В этом году приняли участие в этом конкурсе, подали заявку, ее одобрили и по этому поводу мы сегодня здесь все собрались. Хочу представить наших гостей. Питома Галина Владимировна, специалист по кинезотерапии, врач-кизотерапевта ЛПК, высшая аттестационная категория Морозовская больница от Москва. Полетаева Ольга Олеговна, медицинский психолог, психотерапевт Санкт-Петербург. И Юлия Анатольевна Шмаровская, директор Санкт-Петербургской организации помощь больному по сцидозам и помощник-председатель управления благотворительного фондаострова. Немножко мы внесли изменения в программу, сейчас сначала мы предоставим слово Юлию Анатольевне, а потом дальше по программе. Наверное, как он. Да, в общем, да. Я вам расскажу про программу «Фонда», чтобы немножко были в курсе того, чем занимается сам по себе фонда. Фонд «Острова» единственный в России фонд, который не оказывает системную помощь пациентам, не оказывает адресную помощь, а помогает системно изменить ситуацию по муколиседозу в стране. То есть не вместо государства, а рядом с государством. У нас широкая пропаганда знаний по муколиседозу через различные СМИ, интернет-сообщества. И каждый пациент должен знать, уметь и отстаивать свои права. У нас 10 программ, каждая программа подразделяется. Сейчас данная конференция проходит в рамках программы «Инициатива». Также есть иная терапия, помощь пациентским организациям и Шопеновские премии. В Шопеновской премии у нас есть люди с муколиседозом, неравнодушные и журналисты. Новая номинация – это студенты. Мы решили, что нужно поощрять молодых людей, получать высшее образование. Это люди, как пациенты взрослые, которые имеют диагноз муколиседоз. Для этого была специально сделана эта премия. Они подают заявку и через год обучения, после предоставления отчетных своих документов, что они сдали с сессии, им выхвачивается ежемесячная стипендия в районе 5000. Вот при фотографии тех взрослых, молодых людей, которые учатся, являются лауреатами Шопеновской премии студенты. На фотографиях видно, что это, в принципе, обычные люди, они ничем не отличаются. Их можно даже и не подозать, чем у них есть диагноз муколиседоз. Также есть в прошлом видео с муколиседозом. Эта номинация распространяется на всех пациентах с муколиседозом. От 8 лет и старше. Они подают свои достижения за год и объясняют, чем они отличились, чего достигли за прошедший год. Программная инициатива направлена на поддержание пациентского сообщества. Для того, чтобы проводить врачебные конференции, которые сейчас очень инвластированы стали в регионах, приезжают специалисты по муколиседозу из разных регионов в определенный регион и читают лекции. Либо пациентская организация делает отдельно мастер-класс по кинезиотерапии, либо благотворительные различные ярмарки. Вот сейчас, вчера и сегодня идет тот благотворительный концерт в Перми, как на собранные средства будут окуплены на высококалорийное питание для акустов с муколиседозом. Это часть городов, где была реализована программа инициатива. Программа обучения. Цикл действующей современной методы диагностики. Он проходит в апреле, бюджетный курс, набирается 6 врачей. Поплачивать нужно только проезд и проживание. У вас, доктор, у вас проходила вот этот курс. Цикл актуальный проблемной физической реабилитации по кинезиотерапии. Точечные курсы по питанию, они проходят в Москве. НСЗД Рославцева ведет этот курс специально для гастроэнтерологов и диетологов в Болинце. Стажировка на рабочем месте, также она востребована. Врач с региона приезжает на рабочее место на 2 недели либо к Ольге Переносимову в НСЗД, либо к Александру Ленчарову, либо это уже взрослый стационар. При желании врач приезжает и ходит за врачами и обучает, перенимает опыт. И самое востребованное, это, наверное, угодный курс для микробиологов, так как проблема микробиологического пейзажа у пациентов самая актуальная сейчас. Лаборатории в регионах практически не работают, а если работают, то либо у них нет реактивов, либо нет знаний для высева микрофоры. Поэтому чаще пациенты ездят в федеральные центры, и там только могут найти у себя либо синебной, либо сибат. У себя в регионах практически мало кто это может делать. Это вот курс, который вот двухнедельный бюджетного премия. Вот такой сертификат свидетельства выдаётся после окончания курса программам кинезитерапии. В рамках этой программы идёт обучение кинезитерапевтов, либо плюс ещё от кабинета кинезитерапии. Иногда просто обучают специалистам для того, чтобы он мог поделиться знаниями с родителями, которые поступают на госпитализацию. Вот ценовая политика этих курсов. Обязательно нужно иметь сертификаты УФК, так как в России до сих пор нету такой статки, как кинезитерапия, поэтому всё-таки это УФК, потом уже кинезитерапия. Такие сертификаты получают. Каждый кинезитерапевт проходит на себе всё. Здесь вы можете увидеть. Как раз её фотография, как она прошла обучение. Это города, в которых были открыты кабинеты. Где-то уже открываются не только в детском, а уже и в опросах клиентов начинают открывать кабинеты. Где-то по два кабинета в регионе на городскую и областную больницу. Средства медицинской реабилитации, они не входят в перечень технических средств. Соответственно, всё, что необходимо пациенту с медицинской реабилитации, могут быть не на важные ингаляторы, пациент покупает за свои деньги, либо через благотворительные фонды. На сегодняшний день есть разрешение Минздрава о том, что на усмотрение региона можно закупать данные приборы. На сегодняшний день Саратов и Адыгея для своих пациентов закупили ингаляторы фирмы Пари, турбовой и для тех, у кого полипы, гаймориты частые, Пари-синусы. Вот так выглядит удостоверение после обучения нутрициологов. Тут показано, как наши специалисты Санкт-Петербург и Самара ездили в Англию. Другие обучения у них было там. Обучались, как генотипировать и смотреть, как у них это происходит. На сегодняшний день только в Москве, в генуниституте Гамалея, есть генотипирование макроцкой. Это тоже очень важно, так как у каждого своего микроба есть куча собратьев. И если сейчас уже сипаться, у них 20 гемоваров, у синегнойки поменьше. Но с каждым разом все шире становится знание. И это очень нужно знать, какой гемовар у каждого пациента. Так как определенный гемовар влияет на продолжительные жизни, соответственно, на качество лечения и качество его жизни. Для того, чтобы изменить ситуацию в регионе, мы пытаемся заинтересовывать главных врачей. То есть может быть врач от Бога на отделение, но у него есть естественное начальство, которое может не всегда понять, для чего нужен центр по муколисодозу. Поэтому мы стараемся приглашать главных врачей и показывать, как центр муколисодоза встроен в структуру всей больницы. То есть показываем всю больницу, как работает каждое отделение. Проводим, естественно, пациент по муколисодозу. Детская, взрослая клиника, институт муколисодоза и все, что связано с муколисодозом в Питере, допустим, мы стараемся это проводить и нагрузить информацией. После данных поездок в Крыму произошло изменение. У них сразу были по приезду на члены назад, были выстроены палаты, выделены палаты и ремонт. И, соответственно, развивается активно помощь пациентам с муколисодозом. Обучение на рабочем месте. Вот это тут показано, как в НСЗД наш доктор приезжал, также делился опытом и перенимал у них опыт, как он лечит. Вот такой сертификат дает НСЗД после практики на рабочем месте. Так проходит практика на рабочем месте у нас в Санкт-Петербурге. У нас работает амбулаторный прием, есть амбулаторный кабинет. На данной фотографии показывают протокивный генцитометр. То есть у нас все пациенты имеют возможность и фотовую пробу сделать, и наусью опороз проверить, и остальные другие возможности. Самый актуальный сейчас проект научный – это на выявление аспергива у пациентов с муколисодозом. Как показала практика, пациентов с аспергивизмом очень стало много. Не везде это умеют выявлять, так как это не микробиологическая лаборатория, а уже другая. Микологи в этом работают. То есть это грибы, это другой ряд патогенов. И очень важно смотреть. В этом проекте мы просили участвовать по желанию всей региона. Откликнулся только Воронеж и Екатеринбург. И в принципе очень массово было замечено высевая аспергива и инвазивная аспергивизма. Вторая большая проблема сейчас в России стоит – это не туберкулезные микобактерии, которые также не умеют определять в России. Они также влияют на развитие заболеваний и очень сильно влияют на качество жизни. Проходит у нас конференция. Ежегодно в ноябре в день мы проводим конференцию для пациентов, где врачи на доступном языке рассказывают про заболевания. Плюс наша майская конференция ежегодная в Москве в апреле всегда проходит. Конгресс или конференция-конкурс. У нас это происходит в мае. Все конференции свои пациентские. Мы сейчас сделали канал на Ютубе своей пациентской организации. И вот то, что сейчас прошло, 26 ноября, там все выложены, все доклады. Литература – самая главная часть того, что мы делаем. Либо ее печатаем, либо ее переводим. Снабжаемся регионами, чтобы и пациенты, и врачи были в курсе этих всех новшеств. Последняя книжка – это «Долгая жизнь с мукулисидозом». Она больше адресована для врачей, потому что там описаны все аспекты заболевания к мукулисидозу для подросткового и старшего возраста. Плюс самые такие хорошие книжки – это «По Криору». Данные книжки у нас приводила наша мама. Когда мама ребенка с мукулисидозом, они очень красочные, яркие. И самое главное, что они помогают, если дать такую книжечку в зеленой, где там больше картины, как в детский сад, понимание того, чтобы воспитатель понимал, зачем данный ребенок. Спасибо. Спасибо. Спасибо.